МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вратарь – один из ключевых игроков хоккейной команды. От его ловкости и сноровки зависит судьба матча. Пропущенные шайбы окажутся камнями в спину вратаря как минимум от болельщиков, а пойманные принесут ему радость, похвалу, уважение, признание и восторженные взгляды. Даже в советском мультике под названием «Шайбу, шайбу» сакцентировано внимание вокруг ворот реакции вратарей и их навыков. Премьера показа мультипликационного фильма состоялась в 64-м году. Он завоевал множество наград и, без сомнения, полюбился жителям нашей страны, стал одним из символов хоккея. В реальности глаза болельщиков в большой степени прикованы к воротам. Там разворачиваются настоящие страсти. Но как справляются вратари? Откуда столько ловкости? Главный тренер вратарей хоккейного клуба «Рязань» говорит, что в перерывах между играми его подопечные тренируются, не покладая рук и ног. Велосипеды, атлетические упражнения, тренажерный зал, выход на лед. Вратаря должен быть все сильнее, чем у полевого игрока. И плюс еще игровое мышление. Причем уставший вратарь должен быть всегда со светлой головой. Хоккейный клуб «Рязань» получил рывок в своем развитии с введением в эксплуатацию ледового дворца в городе. Туда были приглашены лучшие тренеры. И за год они помогли рязанской команде выйти в высшую хоккейную лигу, где они играют и сейчас. В 2005 году играли в первой лиге. Потом собрался неплохой коллектив. Ребята, с которыми я раньше играл в химике, они сказали, Олег, приезжай, есть возможность команду вывести. Провели хороший сезон, выиграли в финале ЦСКА, обыграли фарм-клуб. Олег Лаврецкий – прославленный игрок, вратарь. Он входил в молодежную сборную СССР. Играл в «Химике», «Торпедо». В его судьбе принял участие и великий тренер советской сборной Анатолий Тарасов. Олег родом из города Бийска, Алтайского края. С детства играл в хоккей. А в 15 лет произошло роковое событие в его жизни. Появилось объявление в газете о наборе мальчиков в Воскресенске, Московской области, команды «Химик». 81-й год. И так судьба меня провела в городе Воскресенск. Он стал родным городом, где я сейчас на сегодняшний день проживаю со своей семьей. Олег прошел отбор и был зачислен в клуб «Химик». Его родители переехали во Владимирскую область ближе к сыну. Вот такая поддержка и стремление к спорту. Когда я с улицы пришел в профессиональный спорт, я вообще ничего не понимал. Мне было 15 изменений в тренировочном процессе, изменений в жизни, учеба, тренировки, учеба, тренировки. Было тяжело, но что-то было незаметно, было интересно. После «Химика» получилось так, что в 18 лет меня призвали в армию, призвали в клуб ЦСКА. С теми ребятами, которые я на клюшках писал фамилии, я оказался через 4 года в раздевалке в Москве. Спорт рота внесла большие изменения в жизни Олега. Теперь тренер передает опыт предыдущих поколений наставников советской закалки нынешним игрокам. Я закрепился в сборной России, СССР тогда, закрепился в сборной, и меня как перспективного вратаря призвали в ЦСКА Виктору Васильевичу Тихонову, Борису Петровичу Михайлову. Отслужив год, я там был комендирован в Тверь, в СКА, город Калинин тогда, сегодняшний Тверь. И дослужил армию там, потом вернулся опять в Химик родной, проиграв там один год. Была сильная конкуренция, нужно было молодому вратарю играть. Меня направили в Северсталь, город Череповец. Отработав там 2 года, поехал играть выше. Они играли тогда по первой лиге, я поехал играть в высшую лигу. Торпеда Нижний Новгород. Именно в Нижнем Новгороде произошел решающий момент в спортивной карьере Олега Лаврецкого. В его судьбу вмешался Анатолий Тарасов, тренер советской сборной, отец русского хоккея. Они пересекались и раньше, но теперь Тарасов, как это бывало, должен был сделать выбор, оставить Олега в команде торпеда или нет. Первый сезон у меня там не получалось, там со мной играли такие Скворцов, Варнаков, Миша. У меня не получалось, они пригласили, они тогда были игроками сборной СССР, они пригласили Тарасова, чтобы он помог разобраться в ситуации, которая была в команде. Ну, с их стороны, они как бы меня видели причину поражения команды во мне. Ну, Тарасов после игры зашел в раздевалку и сказал, Миша Лова, Саша Скворцов, говорит, причина не Лова Олеги, а вас. Говорит, меняйте игру команды. Вот, то есть тогда как бы решилась моя судьба или неизвестно, где бы я играл. На протяжении девяти лет под руководством Анатолия Тарасова сборная СССР по хоккею становилась чемпионом во всех международных турнирах. Конечно, заслуженный тренер Советского Союза разбирался в игроках и знал, что делал. После этой ситуации Олег Лаврецкий два года играл в Нижнем Новгороде. Был приличный результат, меня пригласили уже тогда на роль первого вратаря опять в «Химик». Я еще после Нижнего вернулся в «Химик». Ну и там лучшие годы. Олег продолжал играть до тех пор, пока его не пригласили тренировать вратарей хоккейного клуба «Рязань». Так что сейчас с ребятами работает человек, которую большую часть жизни провел на льду. Я был играющим, мне было 40 лет. Дольше меня никто не играл в профессиональный хоккей, никто дольше меня не играл. Как говорит Олег Лаврецкий, столько лет не был в игре ни один профессиональный вратарь. Сейчас его опыт перенимают три игрока хоккейного клуба «Рязань», мужественно спасая ворота от шайб. Один у нас возрастной вратарь, у него задача попасть сейчас в КХЛ. Сергей Белов, это Пиманкин Саша, Сергей Белов у нас помоложе, у него задача попасть тоже, наверное, в КХЛ. Но для этого нужно еще очень серьезно в этой лиге поработать. Есть местный мальчишка Кандыба Евгений, 18-летний, тоже перспективный парень. Вот, ну, еще работайте, работайте. Под началом Олега Лаврецкого тренируются и самые юные хоккеисты Рязани, воспитанники детской юношеской спортивной школы в возрасте от 7 до 16 лет. В целом в спорт могут прийти дети с 5-6 лет. Сейчас очень большая группа, 6-летние мальчишки, очень большая группа, около 40 человек. Просто ребятишек от улицы маленечко оторвали от дома, от компьютера, приходят с удовольствием, катаются азартно. Тренера молодцы, проводят все это профессионально, весело. У Олега Лаврецкого, как у тренера, есть еще одна гордость. Три игрока хоккейного клуба «Рязань» входят в состав молодежной сборной России по хоккею. Роман Крикуненко, Денис Алексеев и Данил Юртайкин. Эти ребята приехали в Рязань из другого города. На сегодняшний день приходится брать из других. Школа существует, по-моему, уже около 8-9 лет. И достаточно своих воспитанников, которые играют уже в серьезных клубах. Если будет возможность их собрать, всех под одно знамя, значит, будет серьезный клуб с местными воспитанниками. Это реально. Ну а пока стоит сказать, нынешняя команда «Рязань» сейчас борется за место под солнцем – кубок высшей хоккейной лиги. У хоккейного клуба есть все шансы для этого. Боремся, не уступаем именитым клубам, у которых финансирование очень приличное. Практически всех обыгрываем. Нужно просто потерпеть чуть-чуть. И все будет хорошо. Сейчас мы все рядом, но все рядом. То есть мы можем сейчас оказаться, выиграв одну игру, мы можем оказаться на восьмом месте. Проиграв одну игру, мы можем оказаться на шестнадцатом месте. То есть все зависит сейчас от ребят, которые, как они подготовятся к домашним играм. И от этого будет решаться судьба плевов. В следующей программе «Человек в городе» мы познакомим вас с руководителем Рязанской робошколы. Как он выбрал такое направление деятельности и кто сейчас в Рязани создает роботов? Своей историей поделится Антон Маликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова